Девушки отдыхают Осуждающий дракон Осуждающий дракон? Едешь за рулем Тебя подрезал хам Ты его догнал И делаешь осуждающий дракон Следующий стиль Исчезающая панда А он для чего? Но это если после осуждающего дракона Из машины хама вышли 4 человека И идут к тебе Смотри дальше Следующий стиль Крадущийся за ланью, тигр А он зачем? Это когда ты за женой крадешься по супермаркету И чтобы она лишнего ничего не набрала А потом Все покупки картой Оплачиваешь Мастер Пэй Ваша школа устарела Уже давно есть система мобильных платежей Альфа Пэй от Альфа Банка С помощью которой можно платить стикером на айфоне Или смартфоном на андроиде Просто подключив бесконтактную оплату К карте в приложении Или платить онлайн Одной кнопкой любой карты Альфа Банка А еще можно получить дополнительный кэшбэк 10% за все покупки с Альфа Пэй Максимум 1000 рублей Или миль в месяц По условиям карты С которой платите Сегодня ученик превзошелся учителя Ты можешь больше не ходить ко мне на занятия Только заплати за этот месяц Подождите, я же уже платил в этом месяце Исчезающая панда Учитель, где вы? Я уже перешел по ссылке в описании Прощай! Здравствуйте, друзья! В эфире ваше любимое ламповое шоу Ошуительное Хоу Вот уже который выпуск Я единоличный правитель этого пространства Сегодня уникальный выпуск Тот, о котором вы долго писали, мечтали И вот он наконец случился Сегодня в гостях Будут только исключительно Прекрасные, замечательные девушки Как вовремя свалил Батруха, получается, да? Ну что ж Первый гость, который сюда придет Гостья Гостья Я думаю, сейчас все просто взорвете с аплодисментами Я, правда, их не слышу Потому что вы там За той стороной экрана Но уверен, что вы сейчас будете очень все рады Настя Ивлеева Ваши аплодисменты, друзья! А! 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 Смотри, можем вот Можем долго так делать Привет! Привет! Очень рада тебя видеть Взаимно Спасибо большое! Здрасте! Выбирай любой стул Вот сюда присадим Отлично! Далее! Едем далее! Едем далее! Не только Настя сегодня будет в гостях А жаль! Да! Мою дочь Настя зовут, кстати Вот! Чтоб ты знала просто Это знак Да! Все будут мирознаки! У нас в гостях Марина Кравец Марина Здрасте! 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 Привет! Ты все-таки Привет, Настя! Настя, Марина Очень приятно Все-таки ты привык, да? Что у тебя мужчины приходят в программу Вот это сразу Да! Это на автомате уже Первый гость Нерска Я! Так, здесь сидел Батруха Так что ты правильно Так, лучше так Так, ну и Третье гости Сегодня Друзья Вот здесь не угадайте Никогда Ну просто никогда Пишите ваши комментарии Шабловка Ладно, расскажу Елена Воробей Елена Воробей Легенда Здрасте Здрасте Ура! Привет! Привет! Присаживайтесь, пожалуйста Ура! Привет! Ох! Боже мой Какое счастье Счастье Боже, чем тебе будет Он в скул, блин Есть ощущение, да? Немножко 8 марта Где я сидела Пожалуйста Батруха сидела Мы как-то сегодня на праздниче Все, да? В таких цветах Интересно Все очень яркие Очень яркие Сегодня самая красивая программа Да Самая Просто можем сидеть Не обязательно даже говорить Просто посидим А мы не торопимся Шутить будем В В Медленных На медленной скорости Вот у нас сегодня, кстати, первая передача Чтобы вы понимали У нас все открыто Мы все правильно Ну, открыто говорим У нас сегодня Зрители, которые сидели на предыдущей передаче Подумали, что все Передача одна И уехали Поэтому сегодня Нас смотрят Мой водитель Евгений Мой врач Константин А, это они и есть? Да, это они и есть Пацаны Крутые Врач у меня появился год назад И пацаны в камене сказали Что типа В этом году у Харламу появился врач Поэтому в следующем году Он будет ходить уже со священником Да, да Ты же бульдог? Я бульдог Получается, мы дамы с собачкой Это Блин, браво Ну я пошла Ну вот сразу Сразу вот просто Раз и Класс А если басня такая Бульдог и воробей? Бульдог и воробей Я ухожу тут Бесполезно находиться С этой секунды Подожди Понимаешь? Нет, Настех, оставайся Потому что есть профайлы и шутки Дело в том, что наша аудитория Она не всегда знает, кто у нас в гостях Не всегда знает даже, кто ведет Поэтому есть профайлы про вас Соответственно, начнем мы Вот, тут все прописано Работает авторская группа Итак Профайл про Настю Явлееву Насте тебе нужно будет выйти Взять такси Я делаю сам Пойти в комнату для профайла Ура, ладно, спасибо Мы тебя увидим вот здесь на экране Ты будешь слышать шутки про себя А знаешь, для чего делается, чтобы ты вот уходила? Чтобы ты не ударила меня с ноги Потому что шутка веселая Но она же может вернуться и сделать это Это да Есть такое Профайл про Настю Явлееву Мы сейчас послушаем А пока можем, не знаю, в нарды поиграть На самом деле, ты, конечно, грамотно слил гостя Просто просто Как будто сейчас принесут еду И Гарик не хотел ею делиться просто Настя, привет! Что, меня реально видно? Слышишь? Да Хорошо, поехали Видеоблогер, до которого пока еще не доебались по налогам Человек, у которого Человек, у которого автомобильных штрафов больше, чем у всей республики Дагестан Это правда? Оплаченных Понял, хорошо Благодаря программе «Орел и Решка» слышала фразу «Я бы ей вдул» на 78 языках мира Это правда У Настя есть свое шоу, где она зовет известных гостей, берет у них интервью и играет с ними в игры Нихуя себе нигде такого не видел Сначала сосалась с Ксенией Собчак, а сейчас удивляется, что не может найти себе мужика Блин, вот в чем дело Понимаешь, во время съемок «Орла и Решки» в Индии ехала в облеванном тук-туке Да тут нихуя себе королева стоит Нет, такого не было Это ложь, это провокация Настя много путешествует, ее черкаши есть более чем в 100 странах мира Вот такая вот шутка Правда Возвращайся Вот здесь не поспоришь, коллеги Это чистое Настя Блеева ваше аплодисменты и возвращайся обратно Вот нас ждет то же самое примерно Да, примерно так Примерно в этом же Хорошо, что мы стрессоустойчивые Сейчас проверим Вроде бы Вроде бы Девочки, это трэш Я вам скажу так Я не рекомендую туда ходить, потому что просто вы стоите, обтекаете говном и совершенно точно не знаете, что с этим делать Это задание Вы про себя проходите задание Слушай, а можно когда я пойду, дай мне хотя бы бумажку Мы оставили тебя на сладкое А тогда с чего он будет читать? Поэтому Марина, иди До свидания До свидания До встречи А можно выпить этой воды без логотипа? Да, конечно Чистой, родниковой Ничейной воды Просто Даже непонятно, кто изобрел Кто, откуда взялась Кто-то брел, брел, изобрел Да Марина, привет Привет Мы тебя видим и слышим Я пока вас тоже рада слышать Пока Итак, Марина Кравец, друзья Часто выступает с Демисом Ведет программу с Мартиросяном В общем, любит выглядеть молодой на фоне лысеющих мужчин Единственная, кто не пытался меня накурить в камеди Такая молодая, что уже добрая, как бабушка Мультипу в мире людей По милоте Марина смело дает в рот белоснежки Что за треш? Марина могла войти в историю Как единственная женщина на телевидении Без зашкваров Но она все-таки сделала свое кулинарное шоу И ты был там гостем? Да, я там был, кстати Было очень рано Даже в ТикТоке умудрялась выкладывать не хуйню Ближе всех видит, как Гарик Мартиросян сходит с ума Да Активно занимается благотворительностью Продолжая выступать в камеде с Зурабом Аверином и Люськом Такой же хороший человек, что на серьезных щах слушает Как дела у Жени Синякова Там у нас, оказывается, люди есть какие-то У нас что-то есть? Там Женя Синяков А, это Женя Синяков У Марина такая добрая и светлая энергетика, что на нее даже стесняются дрочить на зоне Жесть Сейчас вообще было не слышно Вот вообще не И это не значит, что надо повторять Какого-то хуя снимается у нас в шоу, а не во вселенной Диснея А через 20 лет мы узнаем, что она душила котов Марина Кравис Бомбаный свет Жестко Душила котов Да Совершу каминг мяу Так, спасибо, Гарик Все еще друзья Откуда информация про зоны, блин Ну, мне кажется, так оно и есть В смысле, почему про Марину? Или в чем попросили? Ну, да, почему в отказе? Странно Леночка Мне кажется, Яна, поскольку ветеран юмора Вот к тебе будет уважительное отношение Я на ты, потому что мы вроде обнялись там Давайте обсирать хотя бы на вы Конечно, конечно, ни одной шутки не будет Просто про что? Вы говно, например Так, все Конечно Я могу не ходить Че, как дела? Нормально, че, как сам? Нормально, вот сижу вот тут целый день Там кусанка была Я чувствую Чувствую, что тут было тепло Я чувствую, да Мне хорошо, прям комфортно Как будто что-то родное Немножечко Гошин Блин, у меня бы рука не поднялась, честно говоря Перо бы не поднялось написать про Елену что-то гадостное Поэтому имейте в совесть У меня всегда есть отмазка Это не я пишу вообще Тоже верно Я все говорю, это все о ней Не поднимайте перо на воробья, пожалуйста Давай Лена, здрасте Начинаем прямой репортаж из Пытошной Елена Воробей, про файл Про, как вы хотели, на вы Про вас У нас в гостях заслуженная артистка России Поэтому сегодня не будет шуток типа Елена Воробей летом купается в пыли Ее мужа схавал окошко Господи Что она живет на Воробьевых горах Что у нее в Америке есть брат Джек Что всегда не прочь заморить червячка Что ее кума малолетки Подстрелили из воздушки А также, что ее неоднократно Выковыривали из решетки радиатора После поездки по трассе Таких вот шуток не будет сегодня Можете не ждать Но зато будут вот такие Человек с прической футболистов Из двухтысячных Эльдар Джарахов для взрослых Единственная в мире пародистка Таисии Повали Благодаря общей гримерке Видела винокурню Владимира Винокура Держала волосы Александра Морозова Пока он блюет Актриса, камикеса, режиссер Хотя больше похожа на старшего мастера В парикмахерской Старший мастер До сих пор выступает в ДК с туалетами на улице Пришла в стендап за популярностью В момент, когда он перестал быть популярным Глядя на Елену Воробей Легко можно представить, что будет с Зоей Яровициной Елена начала карьеру еще в СССР И, судя по всему, в нем и закончит Елена Воробей, друзья Ой, хорошо Последняя прям хорошая Да, прям актуаль Актуаль Переходим к следующей рубрике Называется она Пародийный скорострел с Еленой Воробей Настя, Марина в жюри Вы в жюри Так Для Лены задание Ты сейчас Жанна Агузарова Итак, Жанна Агузарова доказывает Юрию Лозе Что у него свистанула фляга Он же любит говорить, что земля плоская Допустим, я Юра Юра Не свисти флягой Денег не будет Я прилетела к вам на час У нас свистят У нас свистят и у вас свистят Я сейчас мультик смотрю Про Агузарова Про Агузарова Для тебя это Агузарова Агузарова Очень хорошо А потом самое главное А слаба мои всегда просты А фляга твоя всегда пуста Она как никто должна знать вообще, что земля не плоская Простите меня Это было хорошо Давайте оценку Оценку А по какой системе? Давай, ты по десятибалльной Один хлопал, это хреново Один хлопал Один хлопал Я ставлю десять, потому что я обожаю А Агузарову Б Воробей В Воробей Да Блядь Агузарова А это Б Вот на таком ровном месте Я много мочегаюсь, наверное Хорошо Без этого никак Ты уже 32 пошли в жопу Зато ты никого не бьешь Скажи это Скажи Просто скажи это Просто никого не пиздишь Харлаш, просыпайся Веди программу Подожди, я про там Там же идет разговор А, это наша рубрика Ирина Аллегрова Пытается вспомнить пароль от Тиндера А зачем уже? Ой, только сама себе сказала Гуляй, шальная императрица И тут пароль забыла Гуляй, шальная императрица А надо меньше петь Ой Надо меньше Эх, не было личной жизни Нехрена начинать Выхожу из Тиндера А там на самом деле Гуляй, шальная императрица Один, два, три Гуляй, шальная императрица тендер 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 в тендере не было какие мои годы елена ваенга подожди накинем но это вообще все 10 из 10 вот я так скажу вот если есть твердая десятка вот самое жирное качественное спасибо что на меня смотрят а теперь жирная точка нашего концерта вайангу пропустим надежда кадышева составляет райдер своего хоровода райдер своего хоровода вы знаете хороводить планируем по-крупному у нас хоровод закатала в этом году я малым составом на большой гастрольный тур должен быть рушник рукобойник кокошник какашник ой виновата ли я и виновата ли я что еще заказать группе золотое кольцо хорошо легенда просто я не понимаю как ты из ничего ты выкручиваешься интервизирует надежда кадышева не ничего это правда но я бы просто не стала это делать это сложно это строй вы не понимаете друзья какой-то стресс ну как бы сидит два человека водитель и охранник в телефоне да и мы ну это это браво просто легенда 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 себе двадцать не часами на ночь вот это хорошо бы чтоб любовь успенская ищет свою палатку на фестивале нашествия как говорится не надо слов Мы. Это я. Это я через 10 лет. После этих. Боже, это джинис. Это браво. Мы. Не помещусь. Вау. Это круто. Вот это круто. Это очень круто. За мной, сука, и так никто не здоровается. Уже можно не петь, да? Хотя после этого. А кто еще? Ну финальное еще есть. Розенбаум надевает колготки, что ли? Нет, Елена Малышева пытается продать свою передачу на Нетфликс. А ничего смешного нет, мои дорогие. Правда. Ну все в этой жизни продается, но не все, блядь, лечится. Да, Герман Шалыч. Понимаете, Герман Шалыч? Гарик Шалыч. Гарик, и вас еще надо дообследовать, мои дорогие. А по поводу Нетфликса, Нетфликс, Датфликс, я в этом нихрена не понимаю. Но лучше, лучше. Лучше вы к нам, мои дорогие. Уху! Класс. Круто, 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 круто. Класс. Браво. Я думаю, тут одни сплошные десятки просто. Да, круто. Это просто великолепно. Класс. Ну что? Мощность. Блин. Еще одна маленькая рубрика, называется она нейросмесь. 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 О чем история? Значит, сейчас мы увидим фотографии нейросети. Нейросмесь связала двух человек в одного, и нам нужно будет угадать, что это за люди. Вот, собственно говоря, и вся история. Мы угадываем человека. Мы угадываем двух людей, из которых состоит один человек. Ну давайте, первая фотография. Точно. Это Гальцев. Так. Блин, да. Юрген. Воробей и Гальцев, да? Нет, Пенкин, может быть. А, Воробей и Гальцев. Да ладно! Обалдеть. Это вот. А у нас могли бы дети. Вот такой у вас может быть ссылка. Вот такие дети, да. Хорошо, что вы не вместе. Смотри, как у нас все. Спасибо. Почему я увидела просто Пенкина? Вот. Кстати, да. Так, это кто? Татьяна Навка. Мне кажется, здесь Ивлеева есть точно. Нет. Мне кажется, есть 100% что-то. Да, хороша. Блин, хорошенькая какая получилась. Блин, какие губы. Может, это вы вдвоем, нет? Или вы вдвоем? Какие варианты? Ольга Орлова? Орлова с кем-то? Может, Настюша и Аллегрова? Думаю. Ну давайте. Да ну! Да ладно! Блин! Ничего себе! Просто жесть! А у нас с тобой может быть красиво. Да, это ваша дочь. Вау! Жалко мне это. Вау какая! Родитель номер один, родитель номер два. Неплохо. Слушай, очень красиво. Секси. Вот сразу видно харизма, вот это все манифесты. Девочки. Так. Так, Елена Воробей и... Точно. Да ладно. Опять я. Да нет. Неплохо тоже, девочки, неплохо. Ну да. Очень даже. Или я. Сзади Харламов, а вот в переднем плане. Сзади Харламов. Мне так первая жена говорила. Пожалуйста, мы сдаемся. Кто? Кравец Воробей. Да, ты права была абсолютно. Ну я не верю. Смотри, Марин, что я сказал. А, ничего не хочу сказать, но... Сразу скажу. Ничего не имею против, но это совершенно не я. Ну это нейросеть. Нейросеть. Запоминаем. Я, мы... Я сразу сказал. Мы не расстанемся после речьем. Ну ты же просто по эльхе действовала, а не потому что похожи. Да. Ивлеева, и Харлаша. Да. Да, да, да. Симпатичненько, да, устраивается. Это какой-то трансгендер немножечко, да? Да. Ну тогда просто Харлаш. Ты какой-то такой милый человек. Ура. Ой. О господи. Гальцев и Воробей. Не Юрка. А мне кажется, что это вы. Что это Марина и Настюха. Марина, да. Марина, Марина. А кто с бородой тогда? Настюха. Ну да, все сходится. Нет, я что в руках держу вот этот джезл, это мое. Это вообще что? А, ну это с бородой, да. А нет здесь случайно Лены Борчевой здесь? Лена Борчевой. Ну нейросеть, она такая аллогичная вообще. Блин. Воробей и Джек Воробей. Отлично. Воробей. Джек Воробей. И Джек Воробей. Отлично. Ого. Ну это Джарахов может быть? И Юлеева. Слушайте, какие страшные люди могли бы, да, существовать, если бы. Это вообще нейросеть, конечно. Ей нельзя свободу давать. Ну это точно моя голова. И Марина Кравец. Если Харла снимет кепку, у него такая прическа. Но кто на фото-то? Мне кажется, ты. Ну допустим, окей. Допустим, я. А кто еще? А, и все, я. Это я. Господи, это же я. Блин. Жесть. Как ты не узнала? Блин, я, получается, наргист. Сгусток секса. Ну наргиста в стороне. Энергии, эмоции. Прикиньте, Нагиев. Мы неплохи. Как Дима. Опа. Ура. И Марина точно. И Демис, Марина и Демис. Да, Демис. Марина и Демис, сто процентов. Как смешно, если бы так. Да. Я победитель. Как хорошо, что у нас ничего не было. Смотри. Это кто? Батруха, может быть? Гарик в молодости, в смысле. Ну это по телосложению не я точно. Вообще это что-то со съемок «Модного приговора». А, кстати, помню. Или голоса какого-нибудь. Так. Мне кажется, Марина, ты там есть. Ну допустим. А кто еще? Батрудинов? Не злобен. Не знаю кто. Сдаемся. Что у ней рассидит такие? Руки – это слабое место. Харламов и Кра… Да ладно, серьезно. А я же говорила, ты это в молодости. Я чувствую. Да это фотошоп. Ну вот вообще. Ну и… Ой, боже, какая прилип. Ну это, по-моему, ничего не изменилось. Да. Елена Дубарицкая. Да. Не дадим пропасть яйцеклетку. Ну и финально. Вот финально. Харламов и Воробей. Да. Браво. Класс. Да, они… Отлично. Класс. Мы все так или иначе периодически ведем разные мероприятия, типа дни рождения, свадьбы и прочее. Но наверняка у вас, поймите, оставались какие-то, ну, самые яркие впечатления. Ну вот давай, Марин, с тебя начнем. Один из корпоратов был, значит, жены богатых людей. Им сняли яхту, потому что у одной из них был день рождения. Короче говоря, мы все взошли на яхту, сняли обувь, потому что на дорогой яхте все живут босиком. И вот как бы мы уже готовы все, ну, начинать, давайте. Выбегает помощник, говорит, вы знаете, дело в том, что мероприятие придется задержать на сколько? Ну, час-полтора, не знаю точно. Дело в том, что они там на нижней палубе плачут. Как? Что? Плачут. Почему? Ну, короче говоря, стало в процессе ясно, что, видимо, они решили, вот их мужья отправили сюда, а сами мужья там развлекаются по-своему, в общем, и все мои бабы, мало ли с кем он проводит время, а я здесь отмечаю свой день рождения, поплакали, немножечко, видимо, выпили, решили все-таки подняться на верхнюю палубу. А я сейчас расскажу историю с той мужской яхты. Там было... И мы должны были выступать после Руслана Белого. Мало того, что весь концерт задержался часа на полтора-два, потому что женщины заливали слезами нижнюю палубу. Руслан, который должен был, естественно, читать свои супер монологи. Мы слышим музыку, там, Аллегрова, что-то, что-то. И в паузах мы слышим только одно от Руслана. Не останавливаемся, танцуем, танцуем! И потом вызвали нас. Стали петь, они сидят, что-то... Недовольные, что-то не нравится. Одна из дам в легком подпитии, но она подошла к Зурабу, положила ему руку на плечо после третьего, четвертого номера. И говорит такая, вы облажались. Я думал, ты скажешь, одна из дам подошла, положила Зурабу руку на плечо и сказала, ну что, грузинчик, пошли. Но это уже было потом, возможно, без моего участия. А еще был один корпорат, тоже на Сардинии. Один очень богатый человек женился. Ему где-то было 45, ей где-то было 23. Она начинающая оперная певица, как думает она, ее родители. Слепаков, что ли? Ну, все, неинтересно, ты знаешь, чем закончилось. Нет, это не Слепаков, конечно. Он какой-то сумасшедший вообще магнат, очень богатый человек. Они стоят перед ведущим регистрации. Значит, жених, невеста, подходит мальчик. Точнее, он собирался подойти, но запнулся о ковер, упал, кольца разлетелись с подушечки. Все, и так пошло. Помогли, значит, кольца собрали. Он дошел до взрослых. Все четыре кольца. Получил, видимо, пендель. А далее ведущий спрашивает жениха, согласны ли вы взять в жены, там, не знаю, Ольгу? Да, согласен. Ну что ж, объявляю вас мужем и женой. И Ольга такая, а меня спросить? Ой. Короче говоря, и вот таких вот маленьких нюансов, которые могли бы испортить настроение любой нормальной девушки, было очень... То есть она бы типа не сказать, да? Такого же варианта не было явно. Вот, ну в общем, там все пошло наперекосяк. На Велками играл оркестр Поля Мариа. Да, и мы с Ваней, когда уезжали, там еще на самом мероприятии тоже было масса... Да, я уже половину имен не знаю, думаю... Не Егор Шипа, понимаете, не Клава Коке. Ну звучит Поля Мариа. А Егор Шип, он был в оркестре Поля Мариа. То есть остатки, когда они с Сан Сан сыграли. Ура! Короче говоря, а на следующий день они опоздали на ужин, потому что задержались на обеде. В этот день еще проиграла Англия в какой-то другой стране. И Джеймс Артур, который был приглашенным артистом из Англии, он очень сильно расстроился. А, из-за того, что его задержали. Б, из-за того, что его команда проиграла. И, короче говоря, невеста ждала от него песню под названием «It's impossible». Она вот прям так ее напевала в оперной пице. «It's impossible». Короче, он вышел, спел какую-то не ту песню. Вот так вот поднял микрофон, бросил на сцену и ушел. Смотри-ка. Жених со словами «я сейчас ему ногу сломаю», куда-то убегает. И мы с Савой просто остаемся. Ну, потому что, ну, все вообще максимально из рук вон плохо. И мы говорим, ну, а пока, там, не знаю, Игорь побежал Джеймсу Артуру ломать ногу, у нас будет веселый конкурс. И, короче, выкручивались как могли, непонятно вообще, что было с этим. Это все на Сардинии происходило? Это на Сардинии было. И первое мероприятие на Сардинии, и вот это на Сардинии. Я не знаю, почему у меня ровно такая же беда была на Сардинии. Самый ужасный корпорат в моей жизни. Я его, правда, рассказывал, мы его даже анимировали. Но я его перескажу быстро. Мне вдруг звонит Андрис Лиепа. Сына брата Кумасват выходит замуж. Я говорю, а где будет проходить мероприятие? Он говорит, вот костел. Эхо, эхо, эхо будет. Вот такое, вот такое, вот такое. Он говорит, да-да-да, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Свадьба, свадьба, свадьба. Вот никакой улыбки, ничего, свадьба. Я говорю, принесите, пожалуйста, новый список. Я выступаю еще. Первый написано «Электрическая леди». И это минут 10. Номер 2. «Волшебник мыльных пузырей Ганс». Третий номер был написан «Хор турецкого». Я говорю, о, хор турецкого, отлично. Выходит, сзади какой-то бородатый человек. Турецкого не будет. На четвертом месте группа «Куин». Группа «Куин»? Они говорят, да-да, группа «Куин». Не «Куин», а «Королева». Бежим. Мы уходим, я говорю, друзья, салют. Вот отвечаю. Как только я договариваюсь, друзья, салют, выходит два человека, достают вот такие две длинные трубы. И вот так. И вот эта вся херня летит к жениху в ебло. Я вам серьезно говорю. Вот это все. Да! А он в этот момент поднимал вот так вот лицо. Он как-то вот задумался, он понимает, ему вот это бьет. И у него загорается голова. Загорается голова. У него вот так вот горит голова. Вот так. И все, 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 все начинают бежать. Кто-то его вот так вот там бьет. Ну, кто-то льет, ну, шампанское на него льет. Вот так. Слушай, а мне интересно, это тоже самый же человек женился еще раз? Я открывал, знаете, на Волгоградке есть Мерседес-центр. Огромный зал, просто там, не знаю, там 3000 человек пришло. То есть полторы немцев. Самое начало, на костюме все очень красиво. Все вот такие немцы, все такие, все мы. Все. Первым номером для вас сейчас выступят лауреат, там, супер какая-то квилибристка. Да, цирковых конкурсов. Цирковая, там, это долго про нее. Она лауреат всех премий мира. Там, Галина Мимодзе, там, что-то выходит какая-то там. очень красиво очень много и вот такой вот круг вот этот круг куда надо только садится вот так вот села и вот такую музыку она вот туда наверно это очень высоко луч света и и провожает вот так вот и она вот так вот прям от купол все вот так немцы мы я вот так вот просто просто вот так и такая тишина просто тишина и она какие-то люди что это немцы всего так что что когда она поднялась ну все нормально надо ходить и гарик что отходит и спиной слышит я там все в порядке я и сказал я им сказал все нормально все в порядке но это был в первые секунды открытия красиво а у меня все прискорбно вообще в этом отношении я вот предпочитаю приходить гостям пить смотреть на весь этот происходящий как бы трэш пытаться попасть вот этим карандашом в бутылку и смотреть как выкручиваются ведущие все как бы они все конец все я пошла спасибо хорошо может быть есть корпоратив какой ну какой-нибудь где ты была просто нормально наебинилась это была свадьба моргенштерна но я понимаю надо идти у меня был манифест у меня был выход я была тогда в черном платье и у меня была такая траурная вуаль накинута то есть мы его теряем ну да но у меня еще был тогда период развода то есть это был вообще потрясающий перформанс и все это было короче ты хайпишься на таких вещах я не хайплюсь я подчеркиваю соответственно я подчеркиваю что ты хайпишься возможно но это уже совсем другая история со мной был друг мой друг джарахов тот еще выпивоха вообще этому не надо у него каждый день вторник и сего малолитражка да да ну я думаю вы люди взрослые знаете что иногда вот есть такой похмелье когда ты бутылочка пива поправляешься и можно жить а иногда такое похмелье когда тебе нужно зайти на второй круг потому что иначе не выжить то есть ты просыпаешься пьяно и тебе нужно как бы дальше эту линию продолжать до марин так бывает 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 окей бывает к сожалению просто поверь да мы вы этого не хотели на просто это случается и такое добро пожаловать мы этим не гордимся ну и короче говоря естественно мы встретились там жараховым сюда этого поднакидали с ним шампусика чтобы но как-то прийти в это состояние думаю спи слава богу меня была вуаль потому что марин ты не знаешь но лицо опухшие там такая таблетка шайба что никакие лимфодренажи ничего и не разгонит это просто пачка которую как бы даже в кредит никто не возьмет даже топор щас немножко да я думал и расходняк и короче жрать ты не можешь ну ты же не можешь поднимать но подбухивать интеллигентно это пожалуйста на вуале такое пятнышко было сырое вы так значит топочку ставили я уже помню тогда на коньячок перешла потому что на какой-то коктейль вино короче неудобно так рюмашку бахнул и дело с концом я на похмельный голодный желудок вот эту стопочку за стопочку вот это сидишь такая значит ни с кем не общаешься и прочее а ты сидишь не чувствую я в конкурсах не участвую да у меня каждый ты не в том наряд и чувствуешь вуаль запотевает уже нет я еще не чувствую я сижу и как бы вроде нормально все идет чин чинарем мы как бы сидим вайбу и я еще смотрю там через эти узоры как-то пытаюсь что ни черта не и я не знаю можно это говорить или нет но это была достоверная информация на есть в интернете и в мире вот нагрянул омон а да 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 мы все об этом знают настоящий омон нагрянул и они не выпить зашли нет к сожалению они тоже были в масках у нас было много общего ну короче они нагрянули такие типа все закрывается конторка типа надо встали вышли вот так вот это было ну и я понимаю что ну как бы не конкурс на тебе и я без закуски я начинаю вот в своем этом манифесте и понимаешь что меня просто вот там а я в платье она еще вот такое все а на меня все смотрят ну как бы внимание как бы все это дело привлекает и я помню что но я просто была в дрова в дрободанище в щи конкретно и меня но практически слава богу это было небольшая шумиха но я открываю карты и меня реально на руках выносила дина саева и на тот момент она встречалась с братом лёши здание на не привет и они меня буквально вот под руки бухущую щи с этим манифестом моим вы как это тюль просто как из этого корабля за то есть это как бы не не какой-то кураж но вот такой вот был манифест забавно в черном все в чем тогда я вот просто помню что я была в такой дрободан что ногами вперед выносили практически было стыдно а сколько раз в неделю тебя манифест о нет но здесь конечно не барщить коллега ну манифест как бы но бывает бывает но не часто вот но иногда вы можете мне ответить вот как раз у меня есть вопрос женский женский вопрос у тебя женский почему девушки или женщины после развода перекрашивают волосы чаще всего так происходит но это правда мне интересно почему это видим какая психологическая штука или что это видим это да ты меняешь себя отрезаешь все прошлое оставляешь в прошлом я не перекрашивала но я пожирнел что-то отменяешь да я чирик себя я когда 15 раз расставалась то я тогда один раз покрасилась тоже на пятнадцатом ну то есть это есть такая тема да то есть но есть но конечно это какие-то перемены тебе хочется и себя саму трансформировать чтобы не знаю как это объяснить это просто не психологи это как они здесь связи с неуверенностью в себе данным делен то есть тебе надо обязательно поменять тогда прошлое от тебя отступит ты же цельная личность ну вот а старая там с рыжими волосами осталась с ним с моим мужем бывшим а вот я вот зелеными будут принадлежать виктору ну вообще не понимаешь женского душа вектора дробушу ладно ура хорошо а ямайка это было очень давно один богатый человек решил отпраздновать там свой юбилей и артисты должны были прямо на борту их веселить девчонкам нам попросили нарядиться в стюардесс ну а я как-то как я кустом это я себе ну надо искать уже комическое я себе такие сетяндры там набила что своим профилем я цепляла весь бизнес-класс и в результате они поднабравшись а летели мы 15 часов то есть я не знаю сколько надо было выпить потому что у меня абсолютно такая коми комическая внешность и вдруг такая выдающаяся грудь и они значит присылали гонца периодически значит 5000 долларов тебе предлагают чтобы ты устроила топ-топ-лес я оттуда начну втаскивать медленно поролон и так далее я как бы разрушу этот самолету ты еще никуда не сбежишь как они сидят уже будут в кармане я еще так по карьерной лестнице быстро никогда не продвигалась на взлете да блин мы остановились на сумме 25 косарей и я решила что нет со словами я не для меня это не деньги и не все продается в этом мире валдис когда узнал уже по прибытии на ямайку он сказал ну чего ты мне не сказала я бы тебя за лям за лям на фу-фу на слабо бы продал я бы все равно не разделась нет уж я тебя застал в общем это неудачный стриптиз мою жизнь сколько девчонка лет за 25 сейчас то что то что что это был в москве человек который чистил с корпоратами его обожали все артисты потому что он был невероятно щедрый почему мы не знаем с гарриком об этом человек для него я должна была работать свой пи один из первых корпоративов я ждала выхода на сцену я ждала и потом не говорят работать не надо на эти бабки и уходите как обидно было но это не ахренеть и зима не вообще просто но он хотел меня увидеть потом следующий раз пригласил еще раз я приехала туда как-то удачно пошутила и за затравила выступление еще пару анекдотов я и не знала что таким образом я себе гарантировала третье приглашение когда я приехала третий раз это корпоратив я увидела что странно как-то круг гостей изменился резко потому что сидел он один и рядом с ним 15 телочек таких женщины девушки с пониженной социальной ответственностью он сказал давайте сейчас спешить не будем все там артисты садитесь за стол и он начал давайте неформально начнем мне надо так разогреть обстановочку за столом и пошел значит травить анекдоты он рассказал потом этим предоставил слова окружающим девицам у них явно с речевым жанром не клеилось впервые они смущались впервые значит когда дело дошло ты меня я почему-то вспомнила анекдоты говорю трудяга такой пахарь по жизни глава семьи пятеро детей без выходных и рачит втихаря скопил деньги заначку и думает но я так помру и никогда не узнаю что такой проститутка вообще ну как-то хочется уже вкусить этого кайфа и взял и на свой выходной заказал на дом смотрю девочки с интересом повернулись слушать по теме по теме как бы те история я буду да и он говорит ну видать переволновался потому что первый раз как и когда так что у него поешь вместо нормальной жесткой эрекции был какой-то этот вяленький принц и он значит час-полтора она там работает работает он заказал значит минет и он так посматривая на часы говорит ей так постукав по голове пальчиком говорит я горит очень извиняюсь у меня скоро жена с работы придет давайте закругляться вы потихоньку собирайтесь идите она снизу говорит ему а шо мне собираться я роз закрыла и пошла истерика была у заказчика подруги значит наконец-то тоже колонулись и вечер с этого момента задался и я второй раз не вышла на сцену получила двойной гонорар просто за то чтобы я время от времени подкидывала анекдот а это случаем не в праге был ну ты была в какой аудитории которая сидела напротив елена я просто ну интересуюсь я вообще вас там эти фортепиано оркестры хоры а вот у нас елена чуть-чуть другим я просто сейчас поймала себя на мысль что я даже представить я не могла что будет сидеть напротив елена воробей и в глаза мне рассказывать про вот это анекдот говорить все 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 вместе у тебя не я не я это начал но он есть быстро скажу я никогда не рассказывал это женской компании у меня у меня у меня у уникальный вечер у тебя рядом бро вообще просто поздравьте меня с этим я могу я сейчас телочкам рассказываю анекдот про минет прикиньте наконец-то где это еще мужик в индию поехал это чё индия индия жилом это индия везде грязь вот это все это река мне ничего что там смотри я везде специи эти все вонят я говорю ну что есть какие-то места которые интересным публичный дом хотят хоть один есть это есть играет ищем загорода еду туда за деле куда-то поехали какое-то покосившееся здание пойми я закажу говорю ну кто есть кто одна есть на его девочки все я закажу у нас такая девочка у нее здесь вот эта штука на лбу как-то ну давай начало значит у меня скучно монотонно невкусно я думаю так насколько грязно все это грязно думаю так сколько времени что-то будет продолжаться скучно думаю специями не по часовой стрелке сейчас мы заканчиваем рубрику самый плохой корпорат но теперь друзья мы подошли медленно наверно самой любимой рубрике уже много лет вы любите ее больше чем есть эта передача пить будем наконец-то я на мешашке что где говно а человек каждый раз живую давить это всегда всегда оперный период живет он здесь да вот там наверху господин ведущий у нас добрый вечер уважаемые знатоки добрый вечер ведущий пить и меня ой неужели феминитив знатокесы знаточихи рад вас приветствовать в нашем интеллектуальном клубе спасибо господин ведущий и сегодня за столом играют обладательница мощный поджелудочный обладательница высокоточной линейки между ног обладательница телефона длиннее чем писька ее бывшего а это все про меня обладательница охуеть каких запросов для человека родившегося в деревне анастасия ивлеев браво спасибо коллеги спасибо спасибо все про меня обладательница большой котлетки зашел конфетка женщина с которой рисовали маму для дяди федора обладательница интонации учительницы класса коррекции марина кравец спасибо нежненько нежненько пожалели боятся обладательница записки ебать ты смешная от бориса ельцина человек который по старой памяти бережно относится к джинсам да не выбрасываю они возвращаются в моде обладатель бабочки на пояснице или александр морозов нам напиздел обладательница гнезда совы на голове спасибо я не знал как называется эта прическа обладательница быстро сокращающийся естественным путем аудитории спасибо вы заметили да а что ну кандидат на бой в поп-ммаз регина дубовицкая елена воробей здрасте сейчас наверное самая жесткая польец из ведущего как хорошего кроме да просто ну хорошо хорошо нет так нет все ну ладно ладно давай человек который дочит и бормочет гарик халам спасибо спасибо большое спасибо ну что ж уважаемые знатоки я думаю что ты параллельно это не бормотание то рэп сольный альбом уважаемые знатоки вам нужно выбрать капитана команды я думаю елена воробей абсолютно точно конечно капитан елена воробей госпожа джечка воробей ну конечно капитан воробей госпожа воробей желаю вам всем хорошей игры первый раунд блин это сложно понимаем терпим мы сейчас проиграем и все будет хорошо город вонючие еревайны улица женская дружба не бывает дом 8 интересуется сейчас надо ее уходить внимание это самое смешное внимание внимание еще раз скандальный клип дэвида боуэй the next day был запрещен к показу и удален с youtube через несколько дней после выхода среди причин запрета первые на лице героини клипа были слишком похожи на вторую что первые или что первые на лице героини клипа были слишком похожи на вторую для съемок некоторых фильмов используют искусственную вторую сделанную из пищевого порошка метил целлюлозы назовите первые и вторую словами которые начинаются на одну и ту же букву алфавита короче был клип дэвида боуэй он был запрещен потому что у героини в клипе первые были похожи на вторую и первые и вторая на одну и ту же букву начинаются делают из целлюлозы короче что-то на смекту похожее видимо а что на лице в кино мы не видели этот клип на съемках делают искусственные слезы первые на вторую но там метил через целлюлозы я думаю это реально белый цвет был а что вообще может быть у героини в клипе на лице на лице макияж если что угодно если это постельная сцена то например сперма сперма ну а вторую первые спермы похожи на вторую не подкрыт а две буквы алфавита где слезы используя две буквы одну и ту же букву это два слова получается два разных слова то есть первые на эту букву и вторая на эту букву сперма и слезы это название клипа слезы и сперма Гаррика такой новый фильм мой да вот он сам в главной роли о да завтра кастинг поехали слезы были мутные и скорее напоминали нет да еще версии что это может быть запрещенный клип запрещенный клип блин умные игры это вообще не про меня я сыплюсь сразу ничего нормально но это вообще целлюлоза это прозрачная это прозрачная субстанция логично рассуждаю да 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 целлюлоза да да вот вторая вторая что первые слезы первые слезы слезы которые были показаны на сперму которая появилась потом у нас есть ответ ну а перма это одна рука ага ну что не орать а что не шесть минут нет госпожа воробей сперма и слез господин идущий господин идущий я извиняюсь что вклиниюсь давайте сделаем так так как мы ну вы понимаете что мы не ответим сейчас правильно а вы можете сказать букву эту ну букву вот на какой они начинаются букву просто первый вопрос так сыграем эс вот все все дело раскрыто обожаю подождите рада вас потому что репосту подписываешься лайкаю безбожно еще вариант сопли нет сперма и слезы мне нравятся мне тоже нравится больше да бой должно быть сексуальненько эпатажненько амм на твои щеки сперма и слезы слезы были похожи на сперму ну конечно елена об этом и говорила нет нет я имею ввиду не сперма похожа на слезы а слезы на сперму мариша ответить нет без меня я готов я могу ответить отвечает отвечает гарик харламов а капитан может сам отвечать на сперму если капитан захочет господин харламов а клип дэвида боуи запретили потому что у героини на лице слезы были похожи на сперму уверен я не уверен но мы уже ответили другого варианта у нас просто нет мы надеемся а сопли сопли еще было сопли похоже на сперму но это совсем отвратительно это не дэвид боуи не уровень но не уровень 5 -0 в позе! Ухууууууууаа УхуууууууМ Молодцы мудро Пора работать можно,ug學 поуч Māна Миколай Окей Пёрт Cham Слишком радует Ой Геморрой Ух ты бляунд Туртос Ты чё?! Аураб af Никогда не лишнее тут такое шоу что вы Такая шутка Эта тема,витая с московой Это правда Причём это версия была Да,сразу Класс Второй раунд что клип запретили на следующий день до еще двое из мужчин подожди а это же это самая французская как же я забыл боже мой актриса катияр какая-то какая-то катияр или наталья королева второй раунд элджей будда поселок говнорепск ура улица сорока бывших ивлеевой забавно а кстати внимание на экран забавно что в 2019 году сильный ветер послужил причиной именно таких повреждений одного учреждения на алтае ответьте точно что это за учреждение время можем еще раз вопрос сильный ветер стал причиной именно таких 19 одного из учреждений на алтае и что это за учреждение ответьте точно что это за учреждения алтай это крыша вообще забавно это забавно короче тут какая-то это шутливая ирония ирония что именно такие повреждения ветер нанес этому учреждению это там но это защищает от ветра должно дают в трубочку наркологичка может наркологичка а крышу сорвало подождите дом сумасшедший дом я наркологич почему забавно флягу сорвало ветер дует люди улыбаются хорошо порошок это порошок но слушай если это наркологичка то соответственно такие наркологичка ветер сдул ветер сдул есть такое выражение крышу сдул не в себе витя петь и вдул блин явно какой-то фразеологизм когда сорвало крышу говорят что ну сошел с ума да сумасшедший дом обалдеть нифига себе конечно я за версию гарька какой он классный я отсюда привезли какой я на капитана конечно она же висит по часовой стрелке конечно нас и капитан нет сумасшедший дом конечно ветер я за наркологичку ребят все ладно нет я конечно же за сумасшедший дом что я и сказала минут шесть назад я поехал наркологичку в трубку дуть блин у нас команда команда горим так все вместе трубку пусть на все здесь дунет крышу я уже свое дула не надо в 2021 сумасшедшим доме снесло крышу да да давайте так время госпожа воробей чтобы это не отвечает отвечает марина потому что это была версия моментально произнесет мы думаем что возможно это сумасшедший дом остался без крыши потому что у дома сорвало крышу и тут такая игра слов что я доступно объяснила вы наблюдаете очень частое явление реакция людей на сниппеты в к музыке сниппет это самый яркий фрагмент трека люди радуются потому что листая сниппеты можно найти классную музыку очень быстро быстрее чем гарик скажет я скучаю по батрусе ссылка в описании я думаю только мужской компании у меня голос пропадает меня не слышит а потом мою версию говорит какой-то четвертый человек через 16 минут как-то послушай сначала была версия наркологичка я был здесь потом ты вышел да мы без тебя обсуждали обсуждали потом мы с леной что-то говорили тут пошутили и потом я услышал от лены сумасшедший дом и ты мне давать вставлять ездить экологичку несмотря она просто за ней было да давайте вы готовы третий раунд филипп без в репросович кинг-конгов город от саракулецк улица вся в ахуе с него дом на всякий случай с мягкими стенами интересуется внимание на экран три картинки ага три картинки ё-моё вернее там две картинки да там две картинки и огромное число какое-то внизу да вопрос уважаемые знатоки что объединяет эти изображения время так во что она смотрит это вообще что метр какой-то рядом оркестр или что-то струнная теория секстет шесть человек их как будто квинтета женщина их мать педагог квинтет струны там тоже что-то похоже на что-то аппарат а надо присчитывать как-то господин ведущий а как называется предмет который держит в руках это ну струны да слушайте а внизу это число это же google внизу это число это google а да ну это google может быть такое может они душнило все вместе с господин ведущим боже как все сложно ответ душно очень сложно может помощь возьмем мы сейчас начнем капризничать господин ведущий а может помощь возьмем есть помощь звонок проститутки у нас был звонок проститутки сейчас очень поздно на работе ну да пятница в ночную смену там двойная оплата по ну да сейчас куда отрывать от работы снимать с клиента это бесчеловечно надо уважать любой труд все правильно может это расстояние до чего-то от земли может быть вы пропустили подсказочку 21 0 21 0 очко очко ну да все верно это по-моему стиль нашей игры очко сейчас отойдет телезрителям 21 0 это может время 21 0 что 21 0 что 21 0 что 21 0 что 21 0 это что 21 0 спокойночь малыши 9 часов вечера 2 2 1 0 еще раз на картинке что у нас женщина смотрит в астралибию так а дальше что квинтет ну хорошо допустим секстет просто женщина без музыкального инструмента просто если она была с ним тогда это было бы секстет а так она просто ну как будто в действительной их мать секстет ну ладно секстет внутренний это секстет окей верим и 1 21 0 сексс и ля арт о ничего себе секстет секс и ля арт но он только секс ахлентом секс и леон секс и леон секс и леон ну типа а вопрос как звучит помните что объединяет изображение секс 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 ухты а что на 1 ответ секс ладно а ответ какой секс общий корень их объединяет общий корень секс она первой картинки видимо эта штука называется типа секс лайн сексон секс стука короче давайте секс секстан елки палки узнали мы это слово все это все про секс все время вся вся музыка поглопнула госпожа воробей кто будет отвечать отвечает гарик бульдог харламов смотрите так после долгих размышлений мы пришли к выводу что все эти три картинки объединяет один корень секс сельдерей дело в том что это сексер это их пятеро секси леон секси ля арт секси леон секси леон конечно никогда не считал до этих нулей ну и секс труб струн секс струн ему больше подходит секс трат старший секс транс младший секс тракт секс секс тракт секс тант секс тант секс тант три ноль браво браво ура гарик ты вытащил этот вопрос девочки все это целый целый четвертый раунд хорошо идет вопрос задает моя любимая часть молодой отец евгений петросюн город старостоякск улица 5 виагровая за ночь вот он интересуется в иудейских легендах первое это приписывался адаму приписывался именно это важно да первое это адаму приписывался адаму но не в отношении евы а в отношении лилит в мифе про самсона и далилу утверждается что из-за этого самсон утратил свою силу тертулиан сам себя выебал только и продолжает это делать просто сам себя сам себя душишь например не глотите тертулианить там тертулиан приравнивал это к людоедству а китайцы все я не могу больше время ну что реально все пожалуйста давайте с самого начала давайте с самого начала давайте давайте у нас в гостях в иудейских легендах первое это приписывался адаму но не в отношении евы а в отношении лилит в мифе про самсона и далилу утверждается что из-за этого самсон утратил свою силу тертулиан тертулиан приравнивал это к людоедству а китайцы с его помощью получали энергию инь о чем речь время а что его так это разъебал тертулиан самсон далила далила постригла самсона он утратил свою силу волосы он что людоедство скальпы отрезали косы он почему он да приписывают адаму приписывался первое это приписывался адаму но не в отношении ева в отношении лилит лилит я подумал что грех в начале знаешь что грех подожди далила самсон с помощью этого по-моему лишила его силы отрезал волосы да по факту да за что за что за измену да нет по моему тертулиан приравнил это к людоедству к людоедству а китайцы с помощью этого черпают энергию инь поцелуй но почему он да поцелуй представляешь если решила его силы человек цевует и ты как бы забираешь силу а людоедство типа ты съедаешь человека да пожираешь а самсону где есть непонятно у меня версия поцелуй поцелуй хорошая версия в любом случае да но я не понимаю просто с помощью этого она его дважды что ли силы лишила сначала поцеловала потом стерва такая постригла еще или стригла когда целовала тоже поцелуй хорошая версия да да хорошая версия давайте да пожирание людоедство классная версия господин ведущий голос с небес время госпожа воробей попробую ответить самостоятельно повторить вопрос да будете сможете начните с конца тартулиан тартулиан приравнивал это к людоедству а китайцы с его помощью получали энергию им ну в принципе все сработали о прекрасном поцелуе невинном поцелуй может быть уточните в засос в засос первый засос отдам последний лилит что конкретно обычный поцелуй одного человека с другим подождите а если не правда в засос ну да в засос а еще с проникновением с языком а еще какие варианты еще ну в принципе поцелуй ну людоед ну ешь меня не ешь ты что ты а я поэтому хот-дог бульдог ну людоед тартулят разные виды поцелуев действительно согласен очень человечный любой вид поцелуя расценивался как вмешательство в энергетике это вполне конкретно людоедство и получение энергии сын сунь сунь вынь сунь 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 вынь сунь вынь но мне не так давно появился так сравнительно ну и какая лилия это в твоей жизни что ли кто тебе об этом сказал лучший просто я веду какой адам подожди ну какой адам кто там знает свидетелей нет так уж не может быть что-то про адам он хотел присунуть лилит в рот ну такого а что ты думаешь у них минета там не было ну как это до нас дошло эта информация она же могла просто промахнуться даже правда ну как это как мы это узнали там тарталет тарталетчик по картинкам Ева рассказала тертулиан как вот по картинкам ну гарри адам пожалуйста сейчас закроет рпц какой адам аминет вы что подождите подождите ну вообще да почему как это возможно ну поэтому он не остался с лилит потому что она испорченная она вообще а Ева он просто яблоко съел их выкинули из рая а вы говорите он лилит там ну-ка это можно этим занимайтесь а вот яблоко не трогайте ребята после шести ну поцелуй поцелуй конечно поцелуй это просьба так что 3-1 3-1 нам убрали 600 очков нет всего лишь одно 3 это глагол или цифра счет 3-1 потому что это неправильный ответ а какой правильный речь шла о поцелуй ну так это же есть поцелуй тоже ну ёлы я пытался ну мы же сказали что конкретно поцелуи подождите ну я же сказала все виды поцелуи я это сказала вы можете отмотать ответ жесть подождите а как это да нет почему неправильно правильно я не понимаю как это узналось вот это для меня большое название куни тогда не было все вопросы к Евгению Петросюну задавшему этот вопрос куни ну как это ну как это смотри но я сказала все виды поцелуев потому что ты мне сам навел на эту идею что имелось в виду ну все ладно 3-1 ну какой куни я дам тоже странно в иудейских легендах первое это приписывалось а к тому же может оно тогда называлось по-другому а приписывалась понятно а Адам наверняка это делал ну даже вот тебе типа да я пробую еще торговаться отвоевывать очко на мы очко не отвоюем придется играть дальше 3-1 спорная вот эта отдача от зрителя Петросенова ему все равно поверьте она у меня очка у него один так то вообще четыре не обидно потому что мы да пятый раунд у нас четыре очка у него одно нормально быстро посчитали марат башарасадов чемпион серии по боксу среди женщин удачный поселок абьюзерово интересуется интересуется в италии существует ряд странных законов например жители турина обязаны ежедневно выгуливать своих собак как минимум трижды в противном случае их оштрафуют а в лиричи жителям и туристам запрещается вывешивать полотенца в окнах для просушивания и еще одна забавная традиция в италии существует поверье почему то касающиеся только мужчин что для предотвращения сглаза нужно постучать не по дереву а что сделать время собачьих говно полотенце в окне надо три раза выгуливать собаку в одном городе в другом полотенце нельзя чтобы не сглазили от сглаза не постучать по дереву а постучать на соседа отлично все работаем валяй на соседа точно ли постучать там остается или просто от сглаза от сглаза не постучать по дереву а сделать это то есть там вообще постучать может рядом не стоять то есть сейчас мы можем вообще любое давайте уточним да постучать по этому господин ведущий можно уточнить фигал вопрос не обязательно постучать что сделать что сделать от сглаза от сглаза от сглаза да блин это может быть все что угодно у нас плюют через левое плечо правильно но не совсем от сглаза чтобы сглазить а мне сглазили но это тут спектр вообще постучать по дереву может какая-то подсказочка это в Италии ведь да в Италии в Италии связано с традиционным а в каком городе а последний город называли нам нет последний город Веричи а это имеет значение какое-то вообще ноль ура да класс то есть мы что угодно можем сейчас сказать можем четыре варианта предложить все что хочешь может подойти правильно сварить суп как-то это может быть завязано на национальной может такое есть ответ что угодно итальянская пицца жить с мамой чтобы не сглазить а дождите почему-то касается только мужчин очень хорошее подмечание не заниматься сексом или наоборот чтобы не сглазить это касается только мужчин чтобы не сглазить правильно это мужчины чтобы их не сглазили правильно мужик чтобы его не сглазили должен сделать что-то да блин может сделать что-то может хотя бы какую-то наводку дадите мы можем все что угодно предположить Или все, что угодно. Все, что угодно. Не надо орать на меня. Вообще не все, что угодно. Я сказала. Что-то чисто мужское. Мужчины, это автомобили. Иду в круг интересов, какие-то тотемы для мужчин. Может быть, спросим, ему что-то с людьми надо сделать или с предметами? Господин ведущий, учитывая, что сейчас полвторого ночи... Да, ты заебал. Мы все немножечко устали. Может, вы скажете какой-то правильный ответ? Нет, нет, просто подсказку какую-то. Ну или подсказку какую-то. Хорошо, подсказка. Хорошо. Да. Подсказка. Ура. Ну, типа... Надо постучать не по дереву, а, так сказать, постучать... По жопе? По стучать. По бревну. Секс за бревном. Ну нет же. Постучать по бревну? Это что, уже ответ? Чтоб не сглазили? Или это подсказка? Это подсказка. А. А, а! Италия, Пиноккио, Пиноккио, первое, что приходит мне в голову. Бревно, это что, женщина, которая в бассейне бревно? Постучать по женщине? Постучать, это типа... Господин Карлом. Да. Ну вы же сами сказали, что это про мужчину. Я и говорю, что это касается почему-то только мужчин. Чтобы не сглазить, надо трахнуть бревно. Я вообще-то не говорила, мне хочу показать. Ну, как бы, это ваша жизнь. Да, учили жизнь не учебникам. Трахнуть Пиноккио! Это же Италия. Ну я же говорю, Пиноккио, пина сосна, может сосна. Пина сосна. Наш ответ пина сосна. Пина сосна. Пина сосна. Ну. Постучать. По конкретному дереву. По конкретному дереву. По лбу. По лбу. Мне нравится наш мыч. Просто пол второго мы уже такие, так, бревно. Постучать по лбу. Бухнуть. Пинесом по лбу. Да, все сходится. Для предотвращения сглаза. Да. Нужно постучать не по дереву, а что сделать. Так сказать, постучать по бревну. Так сказать, постучать по бревну. Блин. Постучать по... Ну вот, типа того. Подрочить? Ну нет. Постучать, реально, вот так. По братику, по братику, по трогать. Потрогать себя. Потрогать себя за письку. Да. Просто потрогать письку? Просто потрогать письку? Да. Это традиция итальянская такая. Что? Ну они считают, что у них это бревно. Ты просто не знал, что это еще и от сглаза помогает. А, вот это. Это действительно помогает от сглаза. Все, вот такой ответ, просто потрогать письку? Да. Себя, только себя. Ничего не нужно письку потрогать. Полимонить, так сказать. Своей деревяшке. Свою письку взять и потрогать, и все. Такое вот обычай. И все говорят, а что это, а, сглаза вот трогать письку? Вот, да. Никто не поглазил. Много глазливых вокруг. Вот что Дзюба делал-то всю дорогую. А мы-то думали. Что б не гладишь? В Италии собирался играть, вот. По правилам играть совершенно. Ну не помогло, сглазили в итоге. Сглазили нафиг лучше. Плохо письку трогал, понимаешь? Окей, ладно. Надо же верить в это. Хорошо, интересно. Ну это прекрасная игра, 4-1. Еее! А еще один остался, да? 4-1. До шести. До шести? Да. Еще один будет вопрос? Так два вопроса еще. Ну два, да если бы у вас пять. 4-1. Ага, окей. У нас еще есть... Все, я не знаю, я подумала. Блин, потрогай письку. Ну это как-то даже... Команда. Африканский порно-актер. Заебу за еду. Город Ивлейпциг. Краснопеницкий район. Район. Улица 40 негрильских сантиметров. Ага. Интересуется. Родные края. Все туда. Да, все туда. Внимание, черный ящик. Ага. Уже есть версия. Так. А. Большой. На этот раз. Можно его потрогать? Я думаю, да, открывать нельзя. Мы сейчас должны просто угадать, что там внутри. Легкий, ребята, очень легкий. Ни хрена там нет. Да. Пустышка. Ага. В 2022 году... Там можно было увидеть изображение некоего животного, сделанного из предмета, который сейчас находится в черном ящике. Дизайнеры решили обыграть тот факт, что ожидания от секса не всегда совпадают с реальными результатами. Особенно в самом начале половой зрелости. А это как раз тот период жизни, когда многие обращаются за советом туда. Можем еще? Вон журнал. Уважаемые знатоки, догадайтесь, где можно было увидеть это изображение и ответьте, что это за животное и что за предмет в черном ящике. Это они так женщины... Можно еще раз, да. Можно прочитать сейчас двухтомник. У меня ощущение, что потом началась проповедь, да. Мы потом заснули в середине вопроса. Пожалуйста, еще раз. Если это не было придумано на ходу, пожалуйста. Как я тебя понимаю, чел? В 2022 году там можно было увидеть изображение животного, сделанного из предмета, который сейчас находится в черном ящике. Дизайнеры решили обыграть тот факт, что ожидания от секса не всегда совпадают с реальными результатами, особенно в самом начале половой зрелости. А это как раз тот период жизни, когда многие обращаются за советом туда. Уважаемые знатоки, догадайтесь, где можно было увидеть это изображение и ответьте, что это за животное и что за предмет в черном ящике. Время. Кролика, слон, там шланг. Почему шлон, слон? Ну не знаю, грустненько. Давайте с финала начнем. Что-то не получается. Значит, за советом получается что? За советом обращались, обращались за советом. Откуда могли взять информацию? Вообще кажется, это как-то оригами, потому что, допустим, порно-журнал или какой-нибудь эротический журнал, сделали оригами из этого, из журнала. Ну а животное какое? Из бумаги. Ну вот если понять, о каком животном идет речь, это же тоже должен быть какой-то юмор. Ну это либо журнал, либо календарь может быть. Животное существующее. 22-й год. Это же не... Почему-то дата важна. Может, ждун какой-нибудь, но это не животное. То есть они из чего-то сделали животное, которое, ну типа, олицетворяет, что не те ожидания от секса, которые ты изначально думаешь, когда ты молодой. Так, не те ожидания от секса. Как это проиллюстрировать, что не те ожидания от секса? То есть это вот что-то... Эй! Да? Нет? Ну я думаю, что-то, да, грустненькое. Смотря с какой стороны женский, мужской, тоже непонятно. Хорошо, куда вы смотрите изначально про секс? Куда вот молодые все заглядывают? Друг у друга спрашивают. Ну, да. 22-й год, это может быть и какой-нибудь сайт, какой-нибудь порнхаб. Мог это быть? Не знаю. Но как из него сделать животное? Там что-то, из чего сделали это животное? Хаб. Вообще-то 22-й год, видишь, современность. 22-й год. Ближайшая. Мне почему-то кажется, что это оригами из чего-то сделано. Из бумаги. Мне кажется, что это может быть подобный сайт. Сделана игрушка, мягкая игрушка, да? Не говорила мягкая игрушка? Не сказано про это было. Какое-то животное, сделанное из того, что там лежит. И куда обращаются с вопросами? А хоть какую-то подсказочку можно нацыганить, господин ведущий? Тяжелый вопрос. Да, тяжелый вопрос. Он многоуровневый какой-то. Подсказка. Просто много, несколько вопросов сразу. Грустный он, такой очень... Подсказка, да? Ну да. Да было бы неплохо. Ну, откройте ящик, смотрите. Ну, давайте посмотрим, действительно. Такая подсказка будет классная? Плейбой, конечно, ну, конечно. Я сказала сразу журнал, сразу, с первой секунды. И Заяц. Я дважды угадала. Госпожа Воробей, кто отвечает? Отлично. Настюшка. Да, Настя, пожалуйста. Госпожа Евлеева. Что в черном есть? Госпожа Евлеева, только хорошо подумайте. Во-первых, мы не орем. Здесь. Во-вторых, мы подумали. Во-вторых, мы в храме знаний. Во-вторых, я сразу, с первой секунды, с первой нотки сказала, что это, а, журнал, ну, естественно, это плейбой, б, это зайчик, а тут и плейбой, и зайчик, все в одном. Красавица. Браво. Разговор окончен. А давайте проверим, так ли это. Давай, посмотрим. Что? Там плейбой. Да ладно? Там заяц, там плейбой, там. Это потрясающе. Точно заяц? Смотрите, это заяц. Презерватив из зайца. Точно. Или наоборот. И все-таки шарик, да? Все-таки заяц. Кролик, конечно. Ну, кролик. Кролик, кролик. Кролик и заяц, это одно и то же. А кто сказал кролик? Кролик. А кто сказал заяц? Я сказал кролик. Ты взял вопрос. Правильно, а заяц или кролик? Кролик, конечно, кролик. Кролик, кролик. 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 Да. Это одно и то же. Кролик и сплейбой, это. 5-1. О, ничего себе. Так можно. Вы невероятно добры, правда. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо, мы молимся. Браво. Браво. Мы не даем выиграть бедным телезрителям. Понимаете? Мы такие молодцы. Это просто потому, что вы женщина-девушка. Все так. Естественно. К нам он не так благосклонен. Это правда. Седьмой раунд решающий. Так как каждый следующий вопрос может оказаться финальным, я должен прочитать имена всех тех, кто не успеет задать вопрос. Уринотерапевт из города Горячий Ключ Мочевиктор Желтоснегов Лукин Николаевский Деревня Бабкины Колготки Улица забытых юмористов Пихал Нетудаев Город Сергеев Просак Улица Сломаночленина, дом 3 Блогер Взадбумага Деревня Детские Донаты Грузинский тенор Отвечана Товоротти Блябутова Влад на месте Топталов Деревня Творческие Застой Подтодоренковского района Распута Машина Станица Старомилфовская Блин, нет Турецкий юморист Реджеп Эрдогальцев Город Галатасаратов Танцовщица Тверка Пертючка Деревня Черешневые Сквозняки Дом 8-9 метров в секунду С паровыми до 15 Меняйте ведущего Этот сломался Следующий вопрос задает Гопра Клоунеса Насисия Навали Город Коричневартовск И вот она интересуется Внимание на экран Итак, шестой вопрос Три картинки, видите? Да Это конфета? Уважаемые знатоки Что общего между этими картинками? Сочные часы, клизма и татуировка Часы и татуировка треугольника Сочные часы, клизма и татуировка Татуха, да А что значит треугольник? Может это какое-то имеет пересечение с другими картинками? Ну на PlayStation есть только такая кнопка А, вот И там что у нас ожидание? Удержать на паузу или что-то такое? Да почему же что? Клизма, поставь время на паузу Так Подождите Подсказка У нас сегодня женская команда Этот вопрос связан с женщиной Ну все, я тут ничего не смогу сделать Женская фигура в форме песочных часов, так говорят Это фигуры, это три разновидности фигуры, по-моему Есть фигура Песочные часы, да, груша Это фигура, 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 гений, гений, легенда, гений Фигура, фигура, фигура Ну что? Госпожа Варбей, кто будет отвечать? Сама Я отвечу за всю команду Что общего между этими тремя картинками? Всех женщин очень беспокоит фигура, а мы знаем, что их существует три типа Песочные часы, их еще называют гитарой иногда Форма груши и форма треугольника Широкий верх Прекрасно, счет 6-1 Да, да, да Ну с вами были сегодня песочные часы, груша Теугольник, ура Я вас поздравляю О боже Это была прекрасная игра, я вам очень сильно благодарен, вы прекрасно играли, вы прекрасные женщины, умные, красивые, какие еще? Дай вам бог здоровья Дай вам бог здоровья Три альщика, резвые На эти короткие 7 дней Спасибо, господин ведущий, я все это принял на свой счет Господин Харламов, я прекрасная женщина Вы могли бы быть прекрасной женщиной, но вы не менее прекрасный Мужчина Спасибо, спасибо Спасибо вам за игру Всех благ Караоке А на том берегу Ну что ж, друзья, мы теперь уже в караоке Выбираем песню Песни, у нас не так много песен У Насти песни Зачти, пожалуйста Бублик, я сам тебя выдумал Лоза, плод, танцы минус, половинка, минимум Бублик, скажи Нет, сосо и лепс, небо на ладони Конечно, в ходе всего нашего маркобисия мне нравится сусо Но давайте бублика долбанем Я сам тебя выдумал или скажи 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 нет, может, женщина Ты что хочешь спеть сам? Девчонки, я готов спеть, все, что хотите Давайте скажи нет Давайте, я ее не знаю, поэтому это Ой, плюс один Не, ну я готова, выберем, но слушай Я буду на бэк-вокале Мы вдвоем будем Или если что, мы танцевали Именно по этому принципу они и подбираются Все, что знает Харлаша Ну и они еще бесплатные Давайте я сам тебя выдумал Давайте Женская команда Мне очень нравится Все Для вас, родные сердца Михаил Бублик Какой он класс Для столика под номером четыре Если, может, чуть-чуть громче сделайте музыку Принесите нам колье И оставьте А можно громче? Чуть громче сделай Вот, хорошо Пошло дело Ах, еще громче Это вам максимум Да? Да Да Мир по кусочкам собрать Не потеряв головы Головы Я не хочу тебе врать Я не могу тебе врать Увы Хоть вокруг Да вокруг Это сильнее меня Я тебе больше, чем друг Не надо что-то менять Меня Я сам тебе выдумал Сам тебе выдумал В своей голове Я это видел И ты это видела В потоке людей Я сам это выдумал Мир вопросительный Ночной порой Хочу постоянно И безотносительно Быть рядом с тобой С тобой Рядом с тобой С тобой Лена Мир по кусочкам собрал Я за тобой успешил Я за тобой успешил Мне не хватало тебя Мне не хватало твоей Твоей души Моей души За горизонт уходил Уходил Ни раз и даже не стоп Не стоп Я за тобой успешил Я за тобой уходил И что? Я сам тебя выдумал Сам тебя выдумал В своей голове И я это видел И ты это видела В потоке людей Я сам это выдумал Мир вопросительный Ночной порой Хочу постоянно И безотносительно Быть рядом с тобой С тобой С тобой С тобой С тобой С тобой Дамы и господа Это было шутильное хоу Смотрите нас Смотрите Не переключайте С вами было великолепно Спасибо вам что вы есть Мария Накравиц Настя Явлева Я Елена Воробей Не мешай Гарик Продолжаем С тобой Диана Воробей В своей голове Я это видел И ты это видела А я видела Я сам тебя выдумал Хочу постоянно И безотносительно Быть рядом Быть рядом Вот и подошел к концу Очередной Международный Фестиваль КВН Спасибо командам До новых встреч Ошуительное хоу Специально для вас Ошуительное 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 Шоу Ошуительное А теперь Дом Шоу С тобой Пора спать Расходимся Размещаемся Я спать А все-таки Вот сейчас Стопочку бы По традиции По привычке Хочется Селедочку Да-да Я говорю Селедочки бы сейчас Все как мы любим За селедочкой Хлебом не кормить Дай селедки въебать